Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, являющиеся на динамику финансовых активов. Все вы прекрасно заметили, что вчерашний день был днем полноценного ралли рисковых активов. Безусловно, если мы делаем акцент на фундаментальный фон, мы сейчас можем покопаться в нем и найти причины, которые поспособствовали улучшению рыночных настроений. Но, признаюсь, объективными я не считаю. В частности, участники рынка полагают, что в качестве базы для состоявшегося ралли было более чем достаточно исключения законопроекта об экстрадиции, который раньше выступал основной причиной протестов, и то, что законодатели в парламенте Англии проголосовали за отсрочку Брекзита. Якобы вот эти два позитивных момента снизили опасения за перспективу мирового экономического роста и так далее. Но я с этим абсолютно не согласен, потому что лично для меня ключевым фактором опасений и причиной опасений за перспективы темпов мирового экономического роста ранее выступали не события в Гонконге и не, скажем, политическая неопределенность в Англии. Я делал акцент на конфликт торгового характера и полноценную торговую войну между США и Китаем. Я делал акцент на замедление темпов роста ведущих экономика мира, на слабые макроэкономические данные американского происхождения, европейского происхождения. Я говорил про признаки приближающейся рецессии. Кстати говоря, вчера буквально мы добавили на наш канал о маркетинге на YouTube ролик про инверсию доходности с моим субъективным прогнозом того, когда из текущей ситуации, сложившейся на рынке американского долга, с учетом реалий по доходностям стоит ожидать новый финансово-экономический кризис. Вот, кстати, если будет время, рекомендую ознакомиться. И, как и всегда, прошу фидбэка, обратной связи, какую позицию вы разделяете, согласны ли вы с такой точки зрения, либо вы считаете, что что-то было еще не учтено. В общем, возвращаясь к рискам глобального характера, они никуда не делись. Поэтому покупатели, может быть, да, действительно давно находились под прессом продавцов, продавцы развивали мощную нисходящую динамику, и сейчас последовал локальный перехват инициатив, это тоже нормально, друзья. Я всегда говорил, что любой нормальный последовательный тренд – это борьба покупателей и продавцов. Поэтому лично я практически не расстроился той динамики, которую наблюдал вчера. Для меня это стало лишь еще одним доказательством того, что участники рынка взяли продавцы паузу для того, чтобы подкопить больше дополнительных аргументов, может быть, для отстаивания прежних идей, и снова очень скоро ринуться в бой. Давайте перейдем теперь к основным финансовым активам. Нефтянка у нас 60-64. Вчера вышли данные от Американского института нефти по запасам. Запасы увеличились на 400 тысяч баррелей. Сегодня 18.00 официальные данные. Важнейший релиз, и уж точно он повлияет на дневную динамику нефти. Я рассчитываю, что котировки все-таки вернутся ниже 60 долларов за баррель. Соответственно, если взять такую природу корреляции между релизами API от администрации энергетической информации, то можно предположить, что сегодня мы также можем увидеть данные со знаком плюс, что выступает медвежьим фактором. И также я повторял, друзья, что на прошлой неделе, уж точно и на позапрошлой, был зафиксирован рост импорта нефти в США. Соответственно, это также может отразиться на именно запасах в том ключе, который я сейчас озвучил. Прочие факторы пока рассматривать давайте не будем. Все-таки нужно, чтобы рынок устоялся с этими настроениями и перешел к логичному анализу того фундамента, который складывается. Доллар иена 106.53 выросли мы, несмотря на слабые данные по АСМ, которые разбирали в ходе торговой сессии вторника сегодня в 17.00. АСМ не в производственном секторе, а в сфере услуха. Важнейший индикатор состояния американской экономики. Напомню, что по производству мы с вами софиксировали минимальный уровень за последние три года. В сфере услух может быть похожая картина. Если данные разочаруют, то, разумеется, будем снова говорить о рецессии скорой американской экономики и о том, как слабая статистика должна отразиться на решениях Федрезерва касательно процентной ставки. И сегодня, друзья, у нас отчеты DP буквально за день до Non-Farm Parals тоже важный индикатор американского рынка труда. Важнейший все-таки Non-Farm, но и DP. Это также, как и в случае с статистикой API от Американского института нефти. Репетиции перед официальными данными. Вот посмотрим за этими отчетами. Я призываю, друзья, если вы держите короткие позиции, от них не отказываться, потому что мы вернемся к тем рискам и вернемся к причине слабости доллара, которая упирается, опять же, в скорое решение Федрезерва по снижению ставки. Евро против доллара 1.10.27. Как раз мы на уровне, когда снова можно открывать короткие позиции. Если раньше после теста 1.10 и ниже вы выходили из сделок, мы ждем заседания Европейского центрального банка, ждем снижения процентной ставки на 0,2%. Перезапуск программы количественного смягчения потенциально с октября на сумму 30 млрд евро в месяц. Вчерашние данные по роничным продажам поддерживают эту идею. Роничные продажи, это активность потребителей, она продолжает снижаться. И на выступлении Кристин Лагард, которая подменит, сменит на посту лидера и главы ЭЦБ Марио Драги в ноябре, Кристин Лагард отметила, что экономические стимулы необходимы так же, как и раньше. Фунт против доллара 1.2240. Сейчас в котировке предлагаю сделку с стопс уровня 1.2210. Джонсон, нужно признать, потерпел серьезное поражение. Он не настраивался на такой диссонанс и разброс в голосах относительно решения о недопущении жесткого Brexit, то есть выхода без сделки из состава Европейского союза. Этот законопроект принято. Был вчера 327 голосов за, 299 против. Я разделяю позицию Джонсона, что это не то, что было нужно на текущем этапе Англии, потому что фактически, если уже приняли законопроект переноса выхода на январь 2020 года, друзья, фактически нет смысла сейчас продолжать переговоры с Европейским союзом. Времени-то еще куча. И все то, чего пытался добиться Джонсон, все это, опять же, кануло в лету, потому что, разумеется, на текущих этапах и прямо сейчас руки у Джонсона объективно связаны, поскольку он еще и утратил большинство в парламенте, но в то же время он не отказывается от идеи необходимости проведения всеобщих парламентских выборов 15 октября. И будет добиваться, друзья, этого на этой неделе и на следующей. То есть, возможно, какие-то рычаги, козыри у него еще есть. Я, признаюсь, не очень знаком с детальной картиной, скажем, полномочий, примера Англии в рамках его мандата, но уверен в том, что Джонсон допускал такой сценарий, и, соответственно, что-то интересное мы получим дальше. Он не хочет, чтобы страна оставалась в тупике, будет стараться вывести все-таки Англию со 100 ВС на любых условиях. В общем, следим за фунтом, и, в частности, я по-прежнему склонен предполагать, что фунт может ослабнуть. И доллар канадец 1.3219. Мы снизились, не добрались до тех уровней, которые нам были нужны. Хотя, если разобрать риторику Банка Канады, она была следующая. Торговая война очень сильно негативно влияет на экономику Канады. Темпы экономического роста во втором полугодии будут хуже, чем в первом. И дальнейшее решение по ставкам будет зависеть от макроэкономических отчетов. Такая же риторика, как у Федрезерва. Поэтому завтра ждем данные по рынку труда. И если данные разочаруют, то снова вернемся к идее покупки пары доллар-канадец. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok